Всем привет! Меня зовут Слава Пахомов и сегодня мы продолжаем играть в NHL19. Вот эта пачка денег и отсутствия спортивок нам не значит, что у нас сегодня серьезная тема. Мы будем считать зарплаты хоккеистов. Ну а если точнее, мы соберем одну команду хоккеистов с самыми большими зарплатами. По ходу ролика я расскажу, сколько каждый из них зарабатывает и посмотрим, сможет ли команда с богатым владельцем взять Кубок Стэнли. Мы не будем играть весь сезон, потому что это очень долго, поэтому мы начнем сразу с плей-офф. И вы не увидите в этом видосе серии из 7 матчей, потому что мы сэкономим время и будем играть по олимпийской системе. Периоды по 4 минуты, двойные овертаймы и уровень, как всегда, суперзвезда, чтобы было максимально сложно. Эту сетку плей-офф мы будем проходить за New York Rangers, потому что именно ее Forbes недавно признал самой дорогой франшизой в NHL. Ее оценили в 1,5 миллиарда долларов и всего лишь на 100 миллионов. На 100 миллионов Торонто оказалось хуже, поэтому именно в Нью-Йорк сейчас приедут все самые дорогие хоккеисты и попробуют взять Кубок Стэнли. О составе поговорим немного позже, а сейчас давайте начнем серию плей-офф. Итак, погнали! Стадия 1-16 финала. У нас в соперниках Торонто Мэйпл Липс. Мы выбираем самую красивую форму и, надеюсь, обыграем соперника. Кросби! Ай, не дают ему бросить. Кстати, Кросби Кейн и Овечкин уже появлялись в такой связке у нас на канале. Итак, в первой тройке у нас Овечкин, Кросби и Кейн. Овечкин зарабатывает 10 миллионов долларов, Кросби зарабатывает 10,9 миллионов долларов, а Кейн самый дорогой хоккеист вообще в НХЛ. Он зарабатывает 13,8 миллионов долларов в год. Мне бы такие деньги. Ну давай, Фил, Кесла, замыкай! Чуть-чуть не хватило. Давай, Кузя, как втопил, молодец. И теперь ищи пас. Блин, ну как тут не забить-то? Ну, да как у него вратарь тащит-то всё? Ну как уехал-то? А теперь... Хорошо, раскатали и забили первую шайбу. Райм Гетслов хоть и играет у нас в защите, но всё-таки прибежал в нападение и открыл счёт в этом плей-офф. Красавчик, нужно ещё забивать. Ай-яй-яй, пропускаем всё-таки шайбу. Ланквист сам себе, наверное, пропихнул её. Но ничего страшного, эти парни должны ещё забить сегодня. Да-да-да, толкнули парня в офсайты, и соперник не смог выйти 2 в 0. Нам повезло. Вторая тройка нападения выглядит так. Джейми Бин, который играет в Галласе, и два игрока Питтсбурга, это Евгений Малкин и Фил Кесл. Джейми Бин зарабатывает внушительные 13 миллионов долларов в год, Евгений Малкин зарабатывает 9,5, а Фил Кесл совсем немного меньше, 9. Блин, ещё одну пропускаем. Ну как так, парни-то? Вы столько получаете бабок, а так играете фигово в защите. Я не понимаю, что происходит с этой командой. Видимо, деньги играть злую шутку с игроками. Так, парни, давайте, давайте. Нужно забить и отыграться уже. Перекладина спасает вратаря. Но, парни, чуть-чуть пониже. Фил Кесл чуть-чуть, чуть-чуть ниже. Нужно опускать шайбу. Давай, Джейм Малкин, давай. Евгений, пожалуйста. Как он всех накрутил-то? Я не знаю, что я сделал с этим стиком, но мы накрутили всю оборону и забили всё-таки. Вот Жеке, Жеке можно платить такие деньги. По остальным пока не уверен. Как убрали всех и... Бум! Бум! Да! Делаем счёт 3-2. Пикей Субан, который на обложке помогает нам выйти вперёд. Хорошо, красавчик. Ну, давай, Жек, забей. Да! Женя сегодня шмонает по девяткам. 4-2. Вот кто-кто, а наши парни всегда забивают. Ещё старше осталось забить, и вообще будет красота. Как мы так обрезались-то? Держи! Блин, ну чуть-чуть. Я не понимаю, как Ланквист получает такие деньги, потому что, ну, по-моему, он пропускает каждый второй или каждый третий точно. Самое главное, что это единственная игрокка из New York Rangers, который остался в команде, и он всё равно не тащит. Не давать бросить. Да я не понимаю, ну, каждый бросок летит, ну... Я не буду бросаться пока что. Но 4-4. Надо было брать ещё одного какого-нибудь дорогого вратаря. Ну, блин, я не понимаю, как за такие бабки можно так стоять на воротах фигуры. Так, теперь мы выходим 2-0. И давай! Овечкин всё-таки забивает. Я же говорил, что Саша сравняется с нашими парнями. Три русских в команде, три шайбы они забросили. Так, деньги нужно убрать, потому что я прям чувствую себя арабским шейхом. Обложился деньгами и смотрит на игру своей самой дорогой команды. Ну, по броскам, как всегда, почти в два раза переигрываем соперника. А по счёту очень ровно идём. Чем я люблю NHL? Потому что в этой лиге постоянно залетает куча шайб, неважно, какая команда играет. Самая дорогая в NHL, не самая дорогая в NHL. Всегда очень много шайб, и болельщики просто радуются. Так, соперник снял вратаря, и можно забить в пустые. Давай, Сашка-Овечкин, давай ты это сделаешь. Давай, давай. Так, 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 и... Да. Саша-Овечкин делает дубль, и мы выходим в следующую стадию плей-офф. Так, что это такое? Блин, пропускаем всё-таки. А-а-а! Но времени-то у соперника нет. За 7 секунд всё-таки нельзя забить. Так, куда? Куда? За 3 секунды? Если бы сейчас залетело, я бы вообще продал эту команду, потому что... А-а-а! Фуф! Это было бы жёстко. Ну так, ладно. Наши парни радуются, они выходят в следующую стадию. Первая звезда матча – Овечкин, второй – Гетслав, и третья – Патрик Кейн. Парни все очень крутые. Давайте посмотрим, что они смогут сделать с соперником в 1-8 финалу. Давайте посмотрим на сетку плей-офф, узнаем, что там творится вообще. Вегас выбил Лос-Анджелес, Сан-Хосе обыграл Анахайм, Колорадо выбил Нэшвилл, и Миннесота вылетела от Виннипега. А на востоке у нас, получается, Кэпиталс вылетел от Колорадо без Овечкина и Кузнецова. Питцбург также, потеряв своих лидеров, проиграл Филадельфии. Тампа-Бэй разнесла в клочья Нью-Джерси. Ну а мы прошли Торонто, и сейчас будем играть как раз в Тампа-Бэй. Надеюсь, там будет не всё так жёстко, как у них в первом матче. Итак, второй матч. Погнали! Третья тройка нападений, и тут снова игрок с российским паспортом Евгений Кузнецов, Стивен Станкос и Якуб Ворочек. У Якуба Ворочка и Евгения Кузнецова по десяточке зарплата, а Стивен Станкос рубит всего лишь на 500 тысяч меньше, у него 9,5. Ой, как вратарь нам выдал! Жалко, Ворочеч не смог принять эту шайбу и забить. Как же он тащит в этом матче. В прошлом он пропускал почти всё, а в этом он уже спас столько же, сколько за весь прошлый матч. Хотя даже первый период не закончился ещё. Вот это шайба в девятину! Вот это она, конечно, влетела! Офигеть! Кэти Перри! Снова нападающий, который играет в защите, у нас забивает первую шайбу. Ну, красавцы, парни, сори, что вы в защите, но даже там вы очень круто тащите, молодцы. В последние тройки нападений у нас играет Энджи Копитер, который зарабатывает 13 миллионов. Потом Джейми Тоус, который зарабатывает 13,8, так же, как и Кейн. И Лайан Драйстел, который зарабатывает всего лишь 9. Да, да, сразу же вторую вколачивает Фил Кессел. Мы под занавес первого периода забиваем сразу 2 и обеспечиваем себе спокойный такой перерывчик. Как же нам сейчас повезло! Раздалась сирена и вместе с этой сиреной залетает шайба на ворота. Но хорошо, что на долю секунды она залетела позже. Уходим на перерыв. 2-0 пока. Ой! Ой-ой! Да ладно, как же нам сейчас повезло! Соперник отдал на Кейна, Кейн отдал на Овечкина. И Овечкин халачит вторую шайбу в этом плей-офф. 3-0. Так, 3-1 парня убегает. Нужно что-нибудь придумать. Ай, хотел прям до верного довести, чтобы закатить ее в ворота, но перестарался. Спасибо. Еще раз спасибо сопернику. Ай, ну хотел уже красиво, потому что счет позволяет делать что-то красивое, экспериментировать. Но пока не забили. В первый парень у нас играет Аарон Эггвант, который зарабатывает 9 миллионов. И Пикей Субан, парень с обложки, он рубит 11. Ну как так опять? Спасибо. Все, все, все. Я не ругаюсь. Наконец-то Кросби забивает свою шайбу. Мы ведем 4-0. И тампа, наверное, перегорела в прошлом матче, когда в сухую расправился со своим соперником. Давай, давай, беги, беги. Еще одна, еще одна шайба улетает в ворота. За 25 секунд до конца мы отправляем пятую шайбу в ворота соперников. И это разгром. И все, все, наши парни убегают на лед. Мы проходим еще одну стадию плей-офф. Алло, да. Да, мы в финале конференции. Нам звонят, говорят, что мы в финале конференции. Овечкин снова первая звезда матча. Так держать. А Ланквист, ну я не знаю. Первый матч он провел просто ужасно. Пропускал вообще все. А главное, менять не на кого его. И слава богу, что во втором матче он доказал, что номер один в НХЛ именно он. Ну, как минимум по зарплатам. А, кстати, во второй паре защитников у нас играет Брэнд Сиборг, который зарабатывает 9 миллионов в год. И Ши Вебер, который рубит целых 12 миллионов в год и является самым дорогим защитником в НХЛ. Ну, какие это классные бабки, а? После первых двух матчей именно тот чувак, который зарабатывает больше всего денег в НХЛ, набирает больше всего очков. У Патрика кей на их 5. К сожалению, он пока не забрасывает. Овечкин идет на втором месте. У него 3 заброшенные шаи, 1 голевая передача. И посмотрим, что будет дальше. И вот он, финал конференции. Против нас играет Коламбу с опытным Бобровским и Панарином. Врата раскаления у нас слабее. Но надеюсь, что это никак не скажется на игре. И мы выйдем в финал Кубка Стэнли. Супер напряженный первый период подходит к концу. 100% моментов нет ни у меня, ни у соперника. Ну, это подно. Пока по нулям. Сашка Овечкин снимает просто с крюка шайбу, которая могла залететь на оборота. Блин. Пропускаем шайбу. Нам придется отыгрываться в финале конференции. Третья пара защитников. Это два нападающих из Нахайма. Это Кэти Перри и Райан Гетслав. Им просто не нашлось места в нападении. Но в защите не так много дорогих игроков. Поэтому Кэти Перри зарабатывает десяточку. А Райан Гетслав зарабатывает 9.25. Я считаю, тоже неплохие деньги. Но за это придется поиграть в защите. Нет, нет, нет. Булетик бьет по Нарину. Надеюсь, он не забьет. Так, давайте, пожалуйста. Деньги в руках, пожалуйста. У нас 20 минут, чтобы отыграть две шайбы. Ну, я думаю, не такие камбэки отыгрывались. Давайте сделаем очередной. Хотя это будет очень сложно. Так, большинство. Вот сейчас реальный шанс вернуться в игру и забить одну шайбу. А потом пойдет. Главное забить эту шайбу. Как же нам сейчас повезло на самом деле. Пока что всего две шайбы проигрываем. Но такие моменты. Я не знаю, как можно допускать. Да, все, все, все. Фил Кесл, 2-1. Еще одна шайба, и мы вернемся в игру. Фил, я всегда знал, что ты красавчик. 2-2, кросс. Камбэк совершен. Теперь нужно еще забить. Ну, и на воротах у нас Хенри Кланквист, который зарабатывает 9 миллионов долларов в год. Я считаю, заслуженно получает их и классно защищает ворота. Я надеюсь, этот турнир не станет исключением для него. Снова Панарин. Панарин нас просто уничтожает. Забивает уже вторую шайбу. Минута 53, чтобы вернуться. Да, да, первая же атака, Сидни. Да, 3-3. Это, конечно, матч. А, вот это матч. Ну, ай, за 6 секунд до конца попадаем в штангу. И все-таки будем играть овертайм. Саша накручивает снова всех. Нифига, как ты всех? Что этот парень творит? Что он творит? Что? Я не знаю. Просто вот так вот готов все дети Овечкину вот так вот деньги кидать. Мы выиграем конференцию. И нас ждет финал Кубка Стэнли. Боб, прости. Третий, третий матч подряд. Овечкин первый звезда матча. Кросби второй. Этот матч. Сделал этот ролик. Еще у нас в составе есть парни, которые зарабатывают по 9 миллионов долларов в год. Но им просто не нашлось места в составе. Вот эти парни пока сидят на баночке. Но может они еще выйдут на лед в финале? Коламбус, Нью-Йорк Рейнджерс. Но кто мог представить такой финал? Две команды проделали невероятную дорогу к Кубку Стэнли. И надеюсь, именно мы заберем ее. Ну и бросочек. Как Варламов тащит? Ну я не понимаю вообще. Из девятки вытащил только что. Открываем счет в этом финале. Хорошо, что не за спину, что эта шайба прилетела. И у нас есть снова контратака. Давайте, давайте, парни. Я не знаю, что произошло, но шайба точно не залетела в ворота. Хорош. Кому ты отдал-то? Спокойно. 1-1. Финал просто не бывает. Кейн расчехлил свою пушку в самый лучший момент. Пам-пау-пау-пау. 2-1. Мы выходим вперед в этом финале. Так, а теперь в меньшинстве нужно выставить. 19 минут до трофея. Нужно дотерпеть. Пикей Субан делает счет 3-1. Я же говорил, что эти парни, не важно, что играют в защите, они все равно забивают очень много. 4-1. И трофей уже 100% наш. В финале конференции был просто невероятный камбэк. Я не знаю, как мы это сделали. Дважды причем. В этом все немного попроще. Кстати, обязательно пишите, кого позвать в гости, потому что уже вышел третий выпуск, а гостей все еще не было. Пишите, и обязательно скоро будет гость. Так, так, так. 4-2. 3-52 до конца. Ну, непростой нас конец ожидает. И вот уже достает кубок Стэнли. Остается совсем немного. И его отдадут нашей команде. 5, 4, 3, 2, 1. Но они должны были раньше раскрыться. Но не суть. Мы выиграли кубок Стэнли. Самая дорогая команда в НХЛ выиграла кубок Стэнли. Мы это сделали. Все благодаря вам. Патрик Кейн забирает приз лучшему игроку. Я считаю, что заслуженно. Он красавчик. Да, да, да. Кубок Стэнли у нас над головой. Парни сейчас пока покатаются по кромку. Поблагодарят болельщиков, потому что они гнали нашу команду вперед. А я пока соберу деньги. Ну и, конечно, совместное фото самой дорогой команды. Они заслужили этот трофей. И все-таки лучшим игроком плей-офф остается Патрик Кейн. Парень с самой большой зарплатой набрал 9 очков. Одну шайбу все-таки забросил. 8 голевых. На втором месте Овечкин. И на третьем Панарин, который, к сожалению, к нам в команду не попал. А на сегодня у меня все. Я надеюсь, вам понравился этот видос, потому что я очень старался, потратил все свои деньги, чтобы собрать такой состав. И мы все-таки выиграли кубок Стэнли. Ставьте лайки, не ставьте дизлайки. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мой инстаграм. И пишите в комментариях, кого звать в гости. Потому что, если не в следующем, то через один выпуск точно будет гость. Пишите, кого вы хотите видеть. А на этом все. С вами был Слава Пахомов. Всем пока. Пока.